В чат хорошо ли меня слышно, хорошо ли меня видно, поставьте пожалуйста плюсик и будем начинать наш сегодняшний вебинар, который носит название парный трейдинг, рыночная нейтральная стратегия или еще и называется стратегия хедж-фондов. Ключевую информацию вам предоставит Фредерик Даниэль, я сделаю небольшое выступительное слово и далее передам микрофон уже ему. Но пока вот чтобы мы начали, коллеги пожалуйста поставьте плюсики, что звук есть, что звук хороший и мы можем начинать буквально 30 секунд, пока остальные участники к нам также подключаются. Да, Алексей, спасибо. Да, плюсики пошли. Отлично, будем начинать наш вебинар. Перед началом, как всегда, предупреждение о рисках. Важно помнить о том, что торговля на рынке Forex и CBD контрактами связана с рисками и прежде чем переходить к торговле на реальном счету, важно ознакомиться с этими рисками. Ну и вся та информация, которая дается в рамках этого вебинара или всех других вебинаров, которые проводит компания Admiral Markets, не может являться прямой рекомендацией к действию, а проводится только в целях вашего обучения и ознакомления. Представлюсь для тех, кто видит меня на данном вебинаре впервые и впервые присутствует на вебинарах компании Admiral Markets. Меня зовут Исаков Роман, я являюсь региональным менеджером компании Admiral Markets, отвечаю за такие регионы, как Россия, Украина и страны СНГ. В Admiral Markets я работаю уже более пяти лет, но мой опыт трейдинга составляет порядка восьми лет, но здесь моя задача больше быть модератором данного вебинара и познакомить вас в том числе с компанией Admiral Markets. Я вижу большое количество участников уже присутствует не первый раз, вижу большое количество клиентов в компании, но и также новые участники у нас присутствуют. Поэтому считаю своим долгом вас также познакомить с компанией. Вот Феликс пишет, что ничего не слышно. Коллеги, давайте сделаем для проверки еще раз поставьте плюсик, что остальные меня слышат, видят. Да, вот я вижу, что плюсики идут. Феликс, нужно проверить микрофон. Итак, несколько слов о компании Admiral Markets. Я начал с того вопроса, который связан с рисками. Один из важных рисков, который возникает в трейдинге, который несколько лет назад имел место быть, это риск партнерства. Компанию для себя нужно также выбирать по ключевым критериям, которые важны, в том числе для того, чтобы ваши средства были уверены в той компании, с которой выбираете. Собственно, этим партнером до вас может стать компания Admiral Markets, потому что одним из ключевых пунктов компании-брокера – это ее лицензия. Компания Admiral Markets обладает лицензией FCA, это регулятор Великобритании, который является практически одним из самых строгих для компании, наверное, после регуляторов США. И мы работаем со всеми клиентами, с Россией, Украиной, странами СНГ, Европой, безусловно, и у вас есть возможность открывать счета в европейской компании. Что важно, пунктом номер 2 у меня отмечено это страхование средств, то есть по лицензии FCA компания должна состоять в специальном фонде, из которого, в том случае, если компания не сможет отвечать по своим обязательствам, вам будет выплачена сумма до 50 тысяч фунтов стерлингов. То есть здесь вы уже в этом можете быть уверены. Но это не все плюсы, важно то, как компания предоставляет сопутствующие сервисы, потому что все мы знаем, что наиболее популярная торговля для платформы – это метатрейдер, ее используют многие брокеры. Но мы, в свою очередь, решили улучшить эту стандартную для начала платформу. Одним из улучшений является наличие плагина, который называется Supreme Edition, который изначально был сделан для четвертого метатрейдера, но уже введен в работу и плагин для метатрейдера 5, так как компания MetaQuotes высказала предположение о том, что в ближайшее время четвертый метатрейдер может несколько отойти, поэтому мы не перестанут его поддерживать. Поэтому мы со своей стороны делаем все усилия, чтобы этот переход был максимально комфортным и уже улучшили счета по пятой метатрейдеру, теперь там доступны для торговли не только валюты, но и криптовалюты, и индексы, и акции. То есть уже расширили его функционал с точки зрения инструментов. Пункт номер 4, который у меня указан – это настройки защиты от волатильности. Это дополнительные настройки ваших ордеров, которые фактически позволяют минимизировать риск проскальзывания в определенных рыночных ситуациях и улучшить результат от торговли. Я думаю, что многие сталкивались с тем, что устанавливая отложенные ордера, работая по новостям, ордер исполнялся не по запрошенной цене, исполнялся в конце свечи. Так вот, данные настройки позволяют этот функционал минимизировать. Чуть позже я приложу ссылку в чат, чтобы вы смогли непосредственно ознакомиться с данными настройками. То есть вот если вас это касалось, вашей торговли, вы можете его протестировать. Он доступен также, например, на демо-считах, то есть посмотреть, как он работает. И на нашем YouTube-канале, также я ссылку приложу, можно посмотреть видео по всем его функциям и параметрам. Ну и пункт номер 5, который в последнем данном списке, но не по значению, по данным на конец 2016 года. Сейчас мы еще ждем данные за 2017 год. Компания Admiromarkets была 15-м брокером по объему в мировом рейтинге. Мы постоянно улучшаем данную позицию. Соответственно, вы можете знать, что компания Admiromarkets является действительно мировым участником сферы интернет-трейдинга. Поэтому все, коллеги, вопросы, которые у вас будут возникать в ходе вебинара к Фредерику, вы можете писать в чат. Все необходимые ссылки, которые я сейчас сказал, когда я передам слово Фреду, я напишу. Обязательно запись будет доступна, если, мало ли, у кого-то не получится посмотреть полностью, либо кто-то подключился чуть позже. Запись будет дана и представлена на нашем YouTube-канале. Ссылку я также приложу. Чтобы уже начать говорить о интересном, Фредерик готов передать тебе слово. Выходи в эфир и продолжишь уже непосредственно по теме нашего вебинара. Добрый вечер. Надеюсь, меня тоже слышно, тоже так хорошо слышно. Поставьте плюсы, если слышно, так же отлично. Я сейчас посмотрю вопросы. Нет, это личка. Пишут, что звука нет, но это не про меня. Окей. Я вижу плюсы, вижу, что все хорошо. Да, я Фред, я трейдер, управляющий активами, хотя большей частью я торгую клиентскими деньгами на рынке опционов, но вот в жизни, может быть, две вещи меня удивили, на рынке, точнее, в жизни, две вещи меня сильно удивили, это то, что опционы помогают зарабатывать без направленности и парный трейдинг. Из всего направленного трейдинга, из всего трейдинга, который требует угадывания направления, направленности, парный трейдинг наиболее из простых, наиболее логичное, наиболее понятное и не требующее особых навыков понимания того, куда двинет рынок. То есть, как вы понимаете из названия, парный трейдинг – это торговля парой двух инструментов, двух активов, между ними должна быть какая-то связь, обратная или прямая, лучше прямая корреляция, и на основании вот этой вот информации, понимания того, что эти два инструмента ходят одинаково, мы строим свою торговую стратегию. Уже тут я видел вопросы, мне Роман выслал вопросы от нашего слушателя, но это были вопросы не для вебинара сегодняшнего, это уже были вопросы, по сути, раскрывающие сам курс. И поэтому мы не будем такие сложные вопросы разбирать, как считается, рейшио брать или разница между двумя активами. Это и есть курс, который мы вам предложим позже. Сегодня мы хотели всего лишь рассказать вам о том, что вот есть такая стратегия, интересная достаточно, имеет право на существование. Более того, как я сказал, это одно из немногих тех видов трейдинга, один из немногих видов трейдинга, который мне понравился, меня устраивает, и нерискованный в том смысле, что если один из активов будет падать, то, скорее всего, будет падать и второй. А в парном трейдинге, немного забегу вперед, мы ловим всего лишь разницу в корреляции. Если разница между двумя активами все время была в доллар, грубо говоря, очень грубо говоря, была в доллар, и вдруг она стала расширяться до четырех, значит, понятно, что или один актив сильно упал по отношению к другому, или первый вырос по отношению к другому. Итак, я представился, перейдем, риски и все остальное, Роман вам рассказал. Да, это его презентация, да, я думаю, перелистывать ее не будем. У меня есть другая, я включу десктоп, и сейчас вы увидите, не особо-то даже презентация, потому что слишком долго рассказывать об этом не стоит. Сам принцип торговли парным трейдингом, он вот как раз, два, три понятен, даже из названия видно. Вся суть, все самое важное кроется в нюансах, все самое важное в парном трейдинге состоит в этих мелочах, как рассчитывать, как выявлять, как строить, как создавать вот эти пары, какие корреляции интересны. 0,8, например, корреляция стоит входить, или все-таки нужно искать такие пары, где корреляция практически единицы, да, ну так не бывает, может быть, 0,98, 0,99, ну, хотите, если процентов. Какие существуют ошибки? Вот это все и есть суть. На самом-то деле стратегия, на первый взгляд, очень простая, но достаточно много людей ошибались, не в те пары входили. Я смотрел несколько форумов, читал, люди пишут, что нашли 15 тысяч разных пар. Ну, я даже не знаю, как можно сопоставлять бумаги, которые будут составлять вот такое большое количество, 15 тысяч, оказывается, коррелирующих, достаточно сильно коррелирующих бумаг. Окей, давайте перейдем к этой презентации. Секундочку, вот она здесь, вы напишите, видите ли вы презентацию. Она простая, просто в двух словах я сделал конспекты, все самое важное я, наверное, буду говорить. Так, отлично, видно, Роман уже написал, что видит. Ну, давайте перейдем. Во-первых, почему существуют корреляции? Вы можете спросить, неужели бывает такое, что две бумаги между собой коррелируют? Что такое корреляция? Это взаимосвязь. Самое простое объяснение слова корреляция – это взаимосвязь, прямая связь или, говорит, прямая корреляция, положительная. Две бумаги, ну, допустим, Bank of America и какой-нибудь там JP Morgan, ввиду того, что они связаны в одной индустрии, в одном бизнесе, у них сопоставимая рентабельность, маржи и все такое, они в одной стране, в одном регионе. Большая часть их бизнеса подвержена одинаковым рискам, веяниям. Поэтому их бумаги тоже на бирже коррелируют. Вот самая важная, основная причина, почему две бумаги могут ходить одинаково, самая простая версия объяснения – это потому, что они в одной индустрии. Очень похожие два. Например, в банковском секторе США, ну, там сильно не разойдешься. Риски и все остальное практически одинаково. Если этот банк, коммерческий банк, а не тот, который инвестиционный, торгует на рынках, всякие там делают сложные стратегии, ну, то есть, собственно, балуются на фондовом рынке, то, в принципе, бизнес вполне понятный. Ну, допустим, это так. Так вот, поэтому их бумаги ходят одинаково. Второе. Очень часто маркетмейкеры сами вносят корреляцию в рынок. То есть, бумаги настолько, ну, например, есть какой-нибудь фонд ETF и определенные бумаги, входящие в него. Маркетмейкеры зачастую нивелируют разницу между стоимостью бумаги и, допустим, докупают его в ETF, если расходятся какие-то значения. Ну, это уже сложно, это уже портфельный менеджмент, это уже маркетмейкерские функции. Но суть в том, что сами же маркетмейкеры, крупные игроки, выравнивая стоимость отдельных бумаг, создают эти, собственно, взаимосвязи. Вот есть такая версия, что, особенно крупных бумаг касается, что корреляции создаются как раз крупными игроками ввиду выравнивания, котирования акций, включения их в ETF и так далее. Ну и вообще говорят, что парный трейдинг раньше был, как сказать, пререгативой и приоритетом крупных фондов, крупных маркетмейкеров. Они видели эту корреляцию, когда еще торговля была не настолько электронной, не настолько быстрой. Они эту корреляцию часто видели, они ею могли пользоваться, у них было больше доступа именно к таким, даже просто, например, возьмем докомпьютерную эру, просто к расчетам этих корреляций. Ведь если у вас на бумаге нарисованы графики, вам сложно в моменте понимать, одинаково ли ходят две акции или расходятся в своем движении. Например, одна бумага выросла на 2%, вторая на 2%. Первая упала на 3%, вторая упала на 3%. Первая снова выросла на 4%, а вторая выросла всего на 2%. Вот вам и раз корреляция. Теперь век интернета, век технологий, даже в самой простой программе, которую вы знаете, это MetaTrader, да. Богдан спрашивает, S&P, NASDAQ и US30. Ну, можно сказать, что да, S&P, Dow Jones и NASDAQ все они коррелируют. Но на самом деле есть пара, которая коррелирует даже сильнее, чем вот то, что вы назвали. Итак, вернемся. Так вот, раз уж Богдан задал вопрос, давайте как раз разберем, какие пары могут коррелировать, что вообще может коррелировать. Мы понимаем, да, одна индустрия, один бизнес. Самая высокая корреляция, ну, одна из высоких корреляций встречается между обыкновенными и привилегированными акциями. Ну, вы знаете, есть, да, в Америке это называется класс A, класс B разных акций. В России есть такие классы, вот названные обыкновенные, привилегированные, допустим, там. Практически у любой бумаги есть обыкновенная, привилегированная акция. Это сделано, на самом деле, для контроля. У привилегированных акций разные, так сказать, много причин, почему компания может иметь и привилегированные обыкновенные акции. Так вот, это акции одной компании. Естественно, они коррелируют. Они коррелируют достаточно сильно. Время от времени эта корреляция расходится, но инвесторы понимают, что, в принципе-то, какая разница, какие права. Нет, конечно, есть разница, но, грубо говоря, для цены корреляция между этими двумя видами акций, цене все равно, какие права у бумаги. Вот если бизнес хороший, оды растут, плохой оды падают. Я утрирую. Здесь очень много будет, на самом деле, моментов, которые я опускаю для простоты, потому что мы должны знать, что на вебинаре участвуют не только те, которые вопрос задали, очень такие интересные вопросы, мне Роман показал. Я не знаю, кто автор вопросов, он мне просто сказал, что выслали такие вопросы. Не только те, которые разбираются в этом, а автор вопроса, естественно, разбирается в этом. Ну и те, которые впервые даже, может, слышат, что есть такой метод торговли. Еще один повод коррелировать – это одна индустрия. Мы об этом говорили вначале, что бумаги из одной индустрии чаще коррелируют, а некоторые вообще очень сильно коррелируют. Дальше. Акция фьючерс. Это для России актуально. Например, в Америке нет фьючерсов на акции. Есть фьючерсы на сырье, есть фьючерсы на индексы. Отделенно на акцию нет. Но, в принципе, можно составить индекс и фьючерс на него. Или российская версия – сама бумага и фьючерс на нее. Естественно, они должны коррелировать. Ну и акции, и фонды. Например, есть фонд, в котором акции нефтеперерабатывающих компаний. Допустим, есть такой фонд. В нем несколько американских нефтеперерабатывающих компаний. И есть отдельно взятая бумага из этого же фонда. Скорее всего, этот фонд и отдельно взятая бумага достаточно сильно коррелируют. Ну, потому что все в одной отрасли. Все в одной отрасли. Тут, правда, портфель целый разного бумага, а бумага отдельная. Вот можно взять ETF. ETF – это Exchange Trade Fund. Фонд торгуемый на бирже. Ну, то есть, Spider, вот этот, Diamond, вам известный. Это все ETF на индексы. И отдельную акцию. Вот, собственно, и причина, почему они могут коррелировать. Мы можем на самом деле собирать урожай с парного трейдинга как внутри дня, так и долгосрочно. Вы можете сказать, хорошо, парни, парни, а стоит ли, вообще, как быстро эта корреляция или раскорреляция, как быстро она вернется. Могу сказать, что все бывает по-разному. Например, у нас был прошлый курс. Мы уже один раз проводили в рамках Admiral Markets курс. Достаточно неплохо он прошел, немало людей записалось. И открыли счет. Вот у меня вот есть пробный демо счет Метатрейдер. Специально туда Роман закинул, естественно, демо денег 50 тысяч. Я его даже сейчас вам покажу. Вот этот вот счет. И даже вам покажу инструмент. Надеюсь, вы видите Метатрейдер. И даже вам покажу инструмент, который называется Chart&Chart. Вот он. Посмотрим, видите ли вы. Да, видите. Это очень интересный инструмент. Это даже не инструмент, а, как сказал Роман, это приложение к Метатрейдеру, которое есть только в Admiral Markets. Называется Supreme Edition. Вы его можете скачать, если у вас есть Метатрейдер от Admiral Markets. Встановите его. Все бесплатно. И это приложение, этот Supreme Edition, я сейчас не буду показывать. Мы на курсе все разберем. Подробно я расскажу. Или Роману напишет, он вам расскажет. Вот этот инструмент показывает вам, видите, не один график, а два графика. Вы можете сказать, хорошо, так я и так могу два графика вот так поставить друг под другом. Я даже четыре могу и шесть могу и шестнадцать. Но здесь есть одна фишка хитрая. Посмотрите, я двигаю один график, двигается и другой, видите. Это очень интересно. Можно вот уходить в историю, копаться, и он будет сопоставлять исторические цены ровно день в день. Если я ушел куда-то на шестое сентября на первом графике, то на втором тоже уйдет шестое сентября. У меня сейчас автопрокрутка стоит. Так что очень классная вещь для анализа, для визуализации парного трендинга. Но я скажу больше. Есть специальная программа, которая позволяет вот так вот находить, мягко говоря, спреды уже. Например, вот по этому графику сложно сказать, какой спред между этими двумя бумагами. Потому что одна стоит девяносто семь долларов, а вторая стоит там что-то двадцать шесть. То есть сложно, если мы будем брать спред, вопрос, который, кстати, задавали нам, вот только что я сказал, что кто-то, я не знаю, кто автор вопроса, написал Роману вопрос. Так вот, если мы будем просто брать спред между этими бумагами, то есть девяносто семь минус, допустим, двадцать семь, да, семьдесят долларов, то у нас ничего не получится. Эта хитрость уже я на курсе о ней расскажу. Мы просто не сможем торговать вот этой разницей. То есть искать, когда этот спред будет не двадцать семь, а двадцать девять, значит, какая-то бумага ушла вперед, выросла сильно, другая не догнала ее, значит, стоит вторую купить, она догонит. Не получится у нас ничего, и в этом есть причина, почему нельзя брать разницу между этими бумагами, если у них разные цены. Их нужно приводить к общему знаменателю, можно это делать двумя способами, эту корреляцию. Ну, в общем, там целая математика, и есть специальная программа, ну, одну знаю такую программу, мы о ней тоже будем говорить на курсе, которая показывает, я сейчас включу ее, показывает, ну, или нет, времени нет на это, показывает сразу спред. То есть вы на графике видите не две строки, да, одну акцию, другую акцию, вы сразу видите разницу между ними. И вам уже все, что вам нужно, это торговать, нет, давайте все-таки включу, визуализирую. Все, что вам нужно, хорошо, сейчас покажу, вот тут спрашивают, что я показал. Сейчас installing updates, да, сейчас закачаются обновления, они каждый день обновления пишут. И там уже вот у меня стоит, по-моему, бренд и WTI. Да, еще один пример, кстати, нефть. Мы все понимаем, что, в принципе, это продукт один, да, нефть, но торгуются эта нефть на разных рынках, потому что это разные сорта нефти, потому что в разных регионах добывается, как вы знаете, вот в терминале MetaTrader есть оба сорта, CFD на фьючерс на нефть, сорта бренд североморский, так называемый, североморский, хотя, конечно, в Северном море все меньше и меньше нефти. И WTI, тот, который больше в Мексиканском заливе. И цены на нефть того сорта, и первого, и второго сорта, они отличаются время от времени, они расходятся. Вот, например, в августе, когда мы разбирали тоже парный трейдинг, проводили курс, спред был 2,3, 2,4 между этими двумя сортами. То есть, если один сорт стоил 50 долларов, второй стоил 52,3, да, как-то так. Сейчас, секунду. Например, GPM минус балка умножить на 3. Посмотрим, что из этого выйдет. Секундочку. Я пытаюсь эту программу сейчас включить. График, трейд, скан, чатс, нет, я не туда зашел. Сейчас, чатс. Вот, у меня уже есть тут спред нефти. Да, я переключаюсь. Итак, программу я включил. Вот, посмотрите, вот он спред, видите, 5,65 сейчас разница. Вот этот график, он показывает, не мувенько, а вот сами свечи, надеюсь, видно, да, показывает разницу между сортом бренд и сортом WTI. И я вас удивлю, посмотрите, как высоко поднимался этот спред и наоборот, как дешево он стоил очень-очень давно. Видите, вот, например, долгое время он был, вот, 2 доллара колебался внутри дня, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3. И вот в последнее время, после ураганов, конец августа, там, я не знаю, июля, весь август спред начал расти и доходил до 8,24. То есть разница между брендом и WTI доходила 8,24, хотя еще месяц назад было 3, 2 месяца назад было 2 и даже доходило до единицы, может, иногда даже до нуля. Представьте себе, 8 долларов изменился спред. То есть, грубо говоря, идея такая, а что, если это временно и, скорее всего, это временно, и вообще, что, если ловить на пиках, когда спред расширяется в ненормальную сторону до 8 долларов, до 7 долларов, вставать в сторону сужения. То есть, если бренд 57, WTI 50, спред 7 долларов, продаем бренд, покупаем WTI. Вот грубо, грубо, не раскрывая тонкости, эта стратегия выглядит именно так. Спред расширяется, мы продаем то, что дорого, покупаем то, что дешево. В целом, можно сказать, что мы нейтральны к рынку. Почему эти стратегии называют нейтральными или требующими, не вводят трейдера в какой-то риск направленности или неугадывания направления? Потому что, в принципе, понятно, что не может один сот стоить 0, другой 50. Этот спред может расширяться долго, но не бесконечно. В конце концов, это нефть и там, и там. Просто один в Северном море. Возможно, там ураганы, хотя, конечно, случилось наоборот. Там были проблемы с вывозом, и поэтому цены не так выросли, как выросли на бренд. Так вот, по разным причинам, это может быть и климатическая какая-то, да, курс-мажор, климатические причины, и геополитические причины, все что угодно может быть. Наша задача иметь перед глазами вот этот обычный, нормальный, типичный спред между двумя активами. Тот, который... Эта программа называется ThinkorSwim. Но вам сложно будет ее найти, потому что уже такой компании ThinkorSwim нет, ее купил брокер один. Но я не буду на вебинаре называть брокером. Не потому что не хочу, чтобы вы эту программу нашли, а потому что как-то на вебинаре одного брокера называть другого брокера, хотя и второй в Америке. Ну, в общем, погуглите, это ThinkorSwim программа, раньше она была в абсолютно свободном доступе, теперь ее скачать очень сложно, потому что брокер купил производителя софта, вот этого софта, и сделал этот софт только для своих клиентов. Но если метатрейдер есть у многих, да, брокеров, то вот эта программа, этот софт есть только у одного брокера, у вот этого АмериТрейд. Но есть фишки, есть ходы, как можно ее скачать через региональное подразделение этого брокера, дать там какой-то адрес немножечко, ну не то, что неправильный, не свой, потому что россиянам не открывают в Эстонии. Ну, просто нет у них этого региона, и все, и вот не открыть счет. Ну, есть такие хитрости кое-какие, на курсе я буду показывать. Есть еще одна платформа, совсем уже доступная, совсем простая, она даже веб-бейст, она на вебе, не надо скачивать ничего, никуда. Ну, давайте не забегать вперед, в общем-то, для этого есть курс, а то я все, все фишки раскрою, и все все узнают, и, ну, как бы, знаете, смысл вебинара. Мне лично не жалко, у меня уже все оплачено, Адмирал и время мое оплатил, и желание, и энергию все оплатил, но будем думать, конечно, об организаторах. На валютных парах, конечно, это хуже работает, Виталий, я понимаю ваше желание и на валютах это делать, но, да, валюта на последнем месте, где это работает. Работает все же, там, где особенно доллар, или вы можете там на кроссах искать что-то делать, но все-таки на первом месте это, на первом месте совсем не валюта, в том, как ходят одинаково, да, как хорошо ходят пары. И даже не нефть, есть масса других инструментов, где корреляция выше и возможности иметь прибыль больше, да, угадывать расхождение и схождение спреда все-таки не на валютах. Я бы в меньшей степени использовал на валютах. Вот, например, нефть хороший пример, такой средний пример. Или Bank of America, JP Morgan, два банка. Ну, там корреляция, знаете, какая? Там корреляция 0.97. Сейчас я вам покажу. У меня здесь есть таблица, переключу, единственное, переключу на презентацию. У меня есть таблица, например, вот она, таблица. Смотрите, я увеличу. Нет, сейчас. Bank of America, JP Morgan, 0.97, практически 100%. Корреляция между двумя этими банками американскими, которые есть в метатрейдере, торгуются под этими тикерами BAC и JPM. То, что у меня на графике, собственно, было. Вот из всех корреляций, которые на тот момент я нашел на сайте. Есть другие корреляции, например, Intel компания и Chevron коррелируют обратно, минус 0.59. То есть никак. Вот 0 – это никакая корреляция. Ну, то есть нет связи. Одна растет, вторая падает, вторая падает, первая растет. Ну, непонятно. Даже не отрицательная, а просто никакая. Раз на раз не приходится. Вот есть такая русская поговорка. Зеленым цветом закрашиваются положительные корреляции. Например, Wells Fargo, тоже банк американский. И Chevron почему-то коррелирует очень сильно. А вот с Home Depot другой бумагой из метатрейдера тоже не коррелирует. Так что вот так есть матрицы, есть специальные сайты. Все это мы на курсе будем разбирать. Давайте пока вернемся к презентации, вернемся, где и были. Единственное, я не знаю, что вы видите. Ну, давайте я покажу, как вообще парный трейдинг строится. Очень быстро, очень наглядно. Буквально в двух словах. Я не знаю, что вы видите. Вы видите, да, презентацию? Напишите плюс, если вы видите презентацию. Шаги и этапы. Если да, да, видите. Смотрите. На самом деле это не просто процесс. Нашли бумагу, ура, все, купили, одну продали. Нет. Во-первых, коррелирующие акции найти не так легко. Нет, вроде их много. Вы видите, 0,97, 0,96, да, есть такие бумаги. Многие лезут под 0,80. Не дай бог, я бы не лез под корреляцию, где зависимость одной бумаги от другой. Это же не то, что зависимость, плохое слово, зависимость. Ходят они вместе в 0,8, да, в случаях из единицы, 80%. То есть нужна строгая корреляция. Дальше нашли. Иногда корреляция, ну, плохое слово, конечно, статистически это неверное выражение, случайное. Так, конечно, не может быть, математик скажет, что он случайный, я вижу цифры и все. Ну, то есть нужно понимать эту корреляцию. Одна ли это индустрия, не одна. Что вообще происходит, почему эти две бумаги коррелируют, что когда было, историю. То есть изучить эту связь, хорошенько изучить эту связь. Дальше смотреть, насколько пара стационарна. Потом выбирать способ визуализации, как нам писал читатель, Роман мне показал вопросы. Там как раз оказался вопрос, брать рейшио или разницу. То есть брать частное, делить одну цену на другую. Или брать разницу. Потому что если мы берем разницу, мы получаем 97 минус 27. 70, да. И что? Одна растет, другая падает. Это цифра. Ну, то есть, если вы возьмете... Ну, давайте представим. Есть спред. Одна бумага стоит 1 доллар, вторая – 1000. Первая бумага выросла на 20%. Вот то, что 1 доллар стала стоить 1,20. Вторая бумага тоже выросла на 20%. По сути, у них одинаковая корреляция. В течение дня обе бумаги прибавили 20%. Но, 1,20 и 1200. Видите, как сильно спред расширился. То есть, если вы будете... Сейчас я включу, чтобы вы вопросы видели. Если вы будете строить спред на разнице, при разных ценах, когда у вас абсолютно разные цифры, одна стоит там доллар, вторая – 1000, например. Спред у вас будет расширяться даже в том случае, если бумаги выросли на одинаковый процент. На 20%, на 2%, на 1%. Потому что для 1 доллара 1% – это 1 цент. Для 1000 долларов 1% – это 10. Вот и получается, что спред расширился, хотя бумаги повели себя одинаково, выросли на одинаковый. Поэтому есть фишки, есть способы усреднения, к общему знаменателю приводятся. Обо всем этом на курсе расскажем. Так вот, возвращаясь к нашему слайду, нужно выбрать способ визуализации, визуализировать сигнал, видеть его, применить риск-менеджмент, money-менеджмент. И только тогда ваша система готова, и только тогда вы можете сказать, что я торгую в таких-то пределах. Я видел 16 случаев за год, когда корреляция спред падал близко к нулю, ниже единицы. Вот она, единица. Ниже единицы. Знаете эти случаи? Я все-таки сторонник логического размышления, не просто математического подхода, еще и понимания ситуации. Вы эти случаи отслеживали, вы их помните, вы знаете, что это был разлив нефти в заливе, какое-то там заявление Трампа против, допустим, какой-то страны, допустим, Ирана, или еще что-то. Много раз спред падал, потому что бренд падал, а WTI рос. И такие же случаи, когда спред выходил выше 5, там выше 6. И вы понимаете, что таких случаев не так много. И вот исходя из этой стратегии, вы решили, вы будете все время держать две планки, выше 6 долларов спред вы начинаете продавать против расширения, то есть на сужение, ниже вы на расширение. Конечно, вы скажете, что, смотрите, в последнее время, несколько уже дней, наверное, месяц, вот эти рабочие дни, наш спред держится выше 6. Что это? Вот сейчас упал 5.1, нет, 5.50, да, 5.64, сейчас упал. Долгое время он держится. Что же делать? Я вам покажу счет, который был открыт у нас на курсе. Обратите внимание, было 50 тысяч, сейчас баланс 53, эквити 51.500. То есть мы уже одну пару закрыли. Один раз мы на нефти, я могу историю показать, видите, надеюсь, да, один раз мы на нефти уже закрыли сделки, вот видите, плюс. Конечно, демо, да, но я же трейдер, то есть я же на тренинге все это делаю, чтобы мы видели, мы же не будем на реальном счету делать сделки. И я открылся во второй раз, во второй раз, и сейчас эта пара практически, ну, она в минусе, на самом деле, я открывался, уже был минус. То есть мы ждем снова сужения. Один раз это сужение мы поймали, ну, допустим, когда вот отсюда упало, вот сюда, сейчас, секунду, верну, когда вот упало с 6 обратно, там, до 4, мы поймали это сужение спреда, решили, что можно еще раз зайти, если будет выше. И действительно, дальше он не стал падать, я обратно. Поэтому у нас минус, это и есть то, что я не закрыл. И снова нам дали зайти на расширение, и я зашел. И вот теперь я жду снова сужения, чтобы спред, видите, даже мувинг, который долгое время держался ровно на отметке 2.50, видите, здесь голубая линия, просто неизменно, 2.50, 2.40, 2.60. Наконец она пошла вверх, даже мувинг пошел вверх. То есть все мы понимаем, что возможно, или слово скорее всего может подходит, или как-то между возможно и скорее всего спред рано или поздно сузится, рано или поздно ценообразование на рынке, где добывается сорт WTI в Мексиканском заливе, и ценообразование на рынке Северное море, Европа, где бренд диктует условия, что ценообразование выровняется, скорее всего связано это и там с запасами в Кушине, и с тем, что сложно было не вывести, когда были ураганы, вообще возникло это из ураганов, да, причина первая и основная, и пока единственная на тот момент, и думаю, на данный момент это ураганы, Ирма, Харви, именно они изменили вот этот, отлично, наша задача в такие моменты пользоваться тем, что ценообразование изменилось, спреды изменились, да, может быть на рынке нефти тоже произошли изменения, но нам вряд ли, прям индустрия теперь торгует эти два сорта с таким большим спредом, и это будет вечно или долго. Мы заходим против этой ситуации, ловим, единственное, конечно, свопы каждый день платим, когда долгосрочные, я вообще к чему этот диалог начал, точнее даже он малок, к тому, что долгосрочные и краткосрочные существуют стратегии, можно внутри дня брать, обратите внимание, как сильно меняется внутри дня спред между ценами, даже можно часовой поставить, вот я поставлю часовой график, вот, аули, да, видите, как сильно, например, несколько дней назад в понедельник 7.05 и на той же неделе 4.46, 3 доллара только внутри 2-3 дней, то есть вот Monday и следующий Monday, да, в течение недели спред между 4.46 и 7.05, почти 3 доллара расширился, потом снова упал, то есть такой свинг-трейдинг можно делать внутри, так вот, парный трейдинг позволяет трейдеру не угадывать, куда пойдет нет, нам все равно, у нас один в шортах, другой в лонгах, если вдруг что-то случится очень страшное, да, Алекс, сейчас мы к вопросу вернемся, если случится очень страшное что-либо, нефть рухнет обратно, допустим, по каким-то причинам запасы выросли и так далее, ну и что один упадет и другой упадет, не может быть, чтобы один сорт, это уже произошло, один сорт изменился в ценах по отношению к другому, и наоборот, рост нефти у нас один в лонге, другой в шорте, поэтому мы не рискуем самой ценой, мы не рискуем в направленности, мы рискуем всего лишь в том, что спред, расширившийся уже ненормально, слишком сильно, расширится еще больше, вот это мы должны терпеть, то есть мы должны заходить таким сайзом, чтобы нас не вынесло. В общем-то, немножечко будем заканчивать нашу основную часть вебинара, закончить я хочу тем, что это один из хорошо работающих методов А, он понятный всем, абсолютно всем, вот я даже думаю, что все, кто был сейчас на вебинаре, в принципе уловили суть того, как работает парный трейдинг, логику действий, пускай да, без хитростей, пускай без особого софта, пускай без каких-то подводных камней, без ошибок, но в принципе уловили суть. Суть она проста, повторю еще раз, заключается в том, что два инструмента, есть, да, два таких инструмента, на самом деле много, которые коррелируют, очень сильно взаимосвязаны между собой, растут вместе, падают вместе одинаково, да. А эти инструменты, к сожалению или к счастью, не всегда одинаково растут, время от времени они расходятся. Ну, то есть, одна бумага на отчетности очень сильно выросла, вторая еще не отчиталась, но мы все понимаем, что если один банк заработал, то и второй заработал, и долгосрочно мы понимаем, что они будут ходить, наверное, одинаково, но вот сейчас в моменте что-то случилось. Нефть. Где-то танкеры не доехали, не доплыли, поставок стало меньше. Или где-то ураган. Вот тут спрашивают, сколько годовых можно делать, какие просадки. Все тут, конечно, зависит лично от трейдера, лично от его позиции, ситуации, сайза. Ну, с просадками, например, смотрите, по нефти. Давайте просто сами посчитаем, что может у нас быть. Мы встали, допустим, на спреде выше 6, да, я говорил, выше 6, редко было, поставили границу выше 6, он улетел 6,50. Мы зашли против этого спреда. Разница между брендом и WTI была 6 долларов 50 центов. Значит, WTI стоил 50 долларов, допустим, бренд 56 долларов 50 центов. Мы сделали sell бренд, который 56-50, и buy WTI. То есть теперь у нас один сорт продан, другой куплен. Мы видели, наверное, уже на графике, максимум до куда-куда доходил спред. Вот, например, на той неделе было 7. Допустим, внутри недели, внутри дня, внутри недели, краткосрочно. Мы хотим закрыться с небольшой прибылью. Мы зашли со спредом 6,50. Самый максимум был 7,05. То есть 50, там, 55 центов. Представим, что мы зашли одним лотом. Там у нас, значит, у 10 тысяч мы зашли одним лотом. Хотя это много, я бы зашел 0,1. Ну, неважно, каким-то там сайзом зашли. И на одном лоте нас разнесло выше нашего входа на 550 долларов. Потому что 55 пунктов, да, я так понимаю, на фьючерсе, не знаю, как в мета-трейдере. А, нет, в мета-трейдере один лот меньше в 10 раз. То есть на 55 долларов разнесло на одном лоте. Это вот максимум был на той неделе. Было 8 когда-то, хорошо, разнесло на 1,5 доллара. Но больше не было. Потом спред все-таки вернулся, вот, например, сейчас он 5,64. Мы могли с 6,50 обратно взять целый доллар. Вот, грубо говоря, на простом примере вот так можно понять, какие просадки. Просадка – это увеличение спреда против вас. Входите на нормальных, на мега-нереальных каких-то спредах. Да, мы понимаем, что он может быть еще более нереальным, чем был. Все может быть. Имейте риск-менеджмент. Вот на этом, на курсе, собственно, мы этому всему и будем учить. Учиться у нас будет такой практический счет, на нем заходить, идеи тестировать, корреляции искать. Все это, конечно же, будет метод. Еще раз повторюсь, прост и этим же он и гениален. Главное не заиграться, главное не заходить во что попало, где попало. Если спред нормальный 2,50, вдруг вы увидели 2,60 и сразу зашли, понимаете, что если цену разносят в течение дня только на 2, 3, 4 доллара, как мы видели в течение недели, то что такое 10 центов. Поэтому, скорее всего, хороший трейдер имеет несколько пар, следит за ними, фундаментально, технически рисует спреды и когда они расходятся, он принимает решение, что да, вот теперь спред разошелся достаточно сильно. Или наоборот, сошелся, уменьшился достаточно сильно, обычно он большой и заходит в обе позиции. Там много всяких тонкостей, хитростей. Даже считать научиться, это нужно уметь, что на что делить, как высчитывать. Даже в программе не так просто вписать это, чтобы увидеть спред. Есть еще одна программа, они обязательно скачиваются, я покажу ее тоже, она в веб, в ней можно просто вписать эти бумаги. Теперь я к вопросам перейду. Все, что я мог сказать, вам сказал, Алекс пишет, они вторгуются фьючерсами, так, экспирация у них разная. Если брокер закрывает сделку, покупаешь фьючерс снова, да, ну я не про парный трейдинг, вопрос, наверное, скорее не про парный, а вообще, брокер даже сам переносит мою позицию. То есть у меня открыт ноябрьский фьючерс, он закрывает ноябрь, открывает декабрь, сам переносит. Не на всех инструментах, ролирование называется, да, то это делает за меня брокер. Я просто вижу, что ноябрь закрылся, декабрь открылся. Если есть вопросы, пишите. Я вас приглашаю на курс. Уверяю вас, что те, у кого торговля была немного хаотичной, немного надоело торговать без сильных идей, без принципиально новых идей, без работающих схем. Я вообще-то опционщик и давным-давно с восьмого года торговал опционами, но парный трейдинг это, наверное, одно из немногих, что меня зацепило. Меня даже биткоин зацепил, так скажем, немножко не мое. Я понимаю блокчейн, все это очень круто, изменит возможно технологии, как когда-то облачный сервис изменил даже намного круче. Блокчейн это просто другого порядка. Технология, это все, конечно, хорошо, но гоняться какая-то золотая лихорадка, тысячи процентов, это все не мое. У меня 2,50-2,80 в месяц на опционах, мне это очень нравится, главное стабильный. Вот если вы хотите какой-то понятный метод на направленном рынке, на спот-рынке, на фьючерсах, на CFD, на акциях, неважно, то парный трейдинг это как раз именно то. Во-первых, есть понимание, есть логика, а не просто там линии пересечения и так далее. Во-вторых, есть работающая методика, вы сами можете убедиться, вот просто откройте MetaTrader, я вам покажу, точнее, Роман вам покажет, я уже просто открыл, Chart & Chart называется, да, Supreme Edition. Откройте Chart & Chart, введите любую, любые две бумаги и смотрите, как они, например, я вот ввел две бумаги, Bank of America, JP Morgan, посмотрите, как они одинаково ходят, ну просто как будто это одна компания. Вот, и ГЭПы у них в один день, и движения сильные, иногда это, конечно, не совпадает. Между прочим, на этой бумаге мы неправильно вошли, на прошлом курсе, то ли кто-то настоял, то ли не помню, спред на этой бумаге пока еще в минусе, видите, 853 на Шевроне теряем, 356 на… А, это не Bank of America, врут, тут очень сильная корреляция. Вот мы решили сделать то же самое на нефтяных бумагах и просто с балды зашли. Шеврон отнял у нас, потому что он вырос сильнее, чем вырос ExxonMobil. А бренды WTI очень даже неплохо. Тут, правда, 3300-3600, но учтите, что мы как раз только вошли, вот буквально сейчас. И вот тут… А, это автор лиц, это не важно, это просто сделка без этого сауна. Все остальное уже закрыто, все остальное уже зафиксировано. Два раза, по-моему, я даже фиксировал, один раз на нефте точно фиксировал. Итак, если у кого-то торговля хаотичная, если у кого-то торговля безидейная, без принципов, без серьезных каких-то стратегий, да, мы это называем, то самое время изучить самую простую, потратить на это 3 дня, по 2 часа в день, почти, ну, можно сказать, бесплатно. Но он не возьмет с вас денег, как я понимаю, Роман не даст соврать, он всего лишь попросит депозит, вы зачислите, да, я расскажу по секрету, ну, снимите потом, если вдруг не хотите, да, и тогда курс вам бесплатно обойдется. Но я бы, конечно, не снял, а как раз на эти 200 долларов всего лишь нужно зачистить, я бы, как раз на эти 200 долларов и потренировался бы хорошенько, пускай эти деньги потрачены на обучение и на практику, я бы их на реальном счету дал бы себе полгода и сказал бы, эти полгода я буду находить корреляции, выявлять их, уметь научиться, буду учиться торговать ими, ну, а потом посмотрим, что будет. Получится хорошо, не получится нет. Так что, вот хороший способ за три дня дистанционно, я вообще географически нахожусь в Таллине, в прошлый раз я в Испании вел вебинар, вы можете вообще в любой точке мира находиться дистанционно, подключившись к системе, три дня, поучиться по два часа практически, теоретически, получить хорошую базу и на эти же 200 долларов потренироваться, если хотите, если не хотите, можно их снять, наверное, роман обидится, что я такое говорю, но, наверное, все понимают, что, как бы, никто не мешает снять. Вот. И научиться методу, который не требует угадывания сильного, даже вообще никакого не требует угадывания, который прост в понимании и который несложно выявить инструментов, которые коррелируют тысячи. Я видел форум, где люди писали про 15 тысяч пар, которые коррелируют. Наверное, я, да, закончу. Наверное, если есть вопросы, я жду от вас вопросы. Если нету, то Роман скажет, наверное, или сейчас подключится, скажет, или потом напишет дату, ну, не тоже дата ясна, но хотел бы, чтобы Роман подтвердил точно дату нашего курса, три дня, мы будем учиться, находить тонкости, выявлять, торговать, ну, и в итоге у вас на руках будет работающий, хороший метод. Я, как трейдер с 18-летним стажем, не каждую методику воспринимаю, то есть очень много трейдеров часто показывает, я даже не буду называть названия каких-то стратегий, мне нравилось только из всего этого HFT, высокочастотный трейдинг, но он уже не работает, к сожалению или к счастью, уже век HFT прошел, это вчерашний день, скорости не те, уже сервера, все это настолько накручено, что если у кого-то все еще работает HFT, то он крут, я бы сказал, то он крут, у него очень технологически продвинутые возможности, или же у него очень хороший алгоритм, но HFT уже давно не является чем-то, вау, таким новым и классным, да, уже или не работает, или работает только у ограниченного круга, например, крупные хедж-фонды могут эксплуатировать эту идею в высокочастотной торговле, когда в Нью-Йорке цена изменилась за 0,1 секунду, а до Сиднея, ну я утрирую, до Сиднея это изменение не дошло из-за пинга, из-за того, что не так быстро сигнал доходит, ну и вот хедж-фонд крупный на миллион долларов купил и на этом одном центе, на двух центах заработал, потому что тот, кто в Сиднея, он еще не знает, что цена выросла, он все еще продает дешево, вот он у него дешево покупает и сразу же на рынке дорого продает, вот это называется высокочастотный трейдинг, очень в секунду несколько даже сделок может быть, это уже не работает. Что мне нравилось из арбитражного, из такого, ну не халява, халявы нет, ничего безрискового нет, из более или менее доступного, интересного, имеющего право на существование. И вот парный трейдинг, сначала я подумал, вообще впервые мне парный трейдинг показал один каталанец, я кстати прошлый курс мы проводили, у нас был гость, я тогда вот в Испании находился, и я позвал этого каталанца Жалме, он нам рассказал какие-то свои вещи, до СНП, какие-то индексную корреляцию, о своем опыте. Так вот, я когда первый раз услышал, подумал, черт, ну это же слишком просто, чтобы работало, это слишком просто, чтобы две какие-то бумаги сходились-расходились. Причем он это делал не на разнице, не на спрейде, он это делал ради того, чтобы брокер ему дал, как это, это называется, то есть скидку, откат с комиссии, он это делал много-много раз в течение дня, 10-20 раз входил-выходил-выходил, и в итоге у него получался большой оборот, и какая-то там биржа БАЦ, там Насдак, еще какая-то давала ему откат, потому что он наторговал большой объем. И вот получая цент 2 со спреда, с торговли, да, и парным трейдингом, и еще и откат с комиссии, он показывал даже таблицы, какая биржа платит, какая вычитывает, если вы там торгуете. А он вот где-то мог в плюс выйти. Это очень нервная работа. Вот тогда мне не понравилось, потому что, ну как-то это похоже уже на ребят, которые сидят в Таиланде и торгуют в казино разных, да, точно так же поддерживают ликвидность, и им казино платит, электронное казино платит деньги за то, что они поддерживают игру на столе. Нужно просто в ноль выходить в покер и получать деньги. Но потом, ознакомившись ближе с парным трейдингом, я стал понимать, что там дело не только в ребейтах или как их называют, есть еще и хорошая логическая составляющая, интеллектуальная составляющая, что да, действительно какие-то моменты спреды расходятся, рынок нервничает, в какой-то сорт зашли деньги, потому что испугались, что в северном полушарии там, не знаю, танкеры не доплывут и так далее, а бренд там, ну, масса может быть причин и в бумагах, и вот это можно эксплуатировать, осторожно, аккуратно, научившись, научившись теории, а потом еще и на учебном счету поучившись этому, но это можно и даже нужно эксплуатировать. По крайней мере, это лучше, чем безидейная, безнаправленная торговля с 50% вероятностью. Как минимум, вот я так вижу парный трейдинг, это не просто хоть какая-то идея, это очень даже, на мой взгляд, неплохая идея. Я с вами тогда, наверное, прощаюсь. Роман, если ты в этом самом чате, если слышишь, то, наверное, я снова включись, я передам слово тебе. Да, сроки, все остальное. Я попрощаюсь с аудиторией, достаточно немало было людей, я удивлен. Вот я сейчас только вижу 65, наверное, на пике было там 70, может даже 80, кто-то вылетает, кто-то выходит. Всем спасибо, я даже удивлен, что так много людей, такой есть интерес. Раз уж есть интерес, я тоже окончательно, основательно подготовлюсь к тому курсу, дату, которую объявит Роман, и мы с вами будем учиться. Благо, для этого не нужно ни больших денег, ни расстояний, никуда не нужно ездить. Интернет, вебинар и организаторы Admiral Markets все нам сделают, всю платформу, все, когда ставят. Начиная от чарт-ин-чарт и заканчивая вот эту платформу. Всем спасибо. Я выключаюсь, но я слушаю, я на связи, и мы послушаем Романа, потому что организатор он, модератор он, и он нам скажет, что, где, когда, во сколько. Всем спасибо. Спасибо, Фредерик, за вебинар. Попрошу тебя отключить, остановить трансляцию, остановить презентацию, чтобы я смог продолжить и рассказать всем участникам уже о том, как бы проходить данный курс. Я напомню, коллеги, тем, кто присоединился чуть позже, вы сможете посмотреть запись на нашем YouTube-канале, и мы также сделаем всем отдельную рассылку, всем, кто присутствовал, всем, кто регистрировался. Итак, расскажу о том, как будет проходить курс. То есть курс состоит из трех занятий, из трех интенсивов. Сейчас вы перед собой видите краткое описание того, что будет проходить в каждый из дней. То есть фактически это, как сказал Фред, теория вместе с практикой. То есть уже один на один в небольших группах, где есть возможность уже задавать, будет также непосредственно конкретные вопросы и получать на них ответы. Курс будет, первое занятие будет проходить 8 ноября, то есть это чуть больше, чем две недели пройдет. У вас будет время подготовиться и уже принять активное участие в данном курсе. Время, начало данных занятий будет 18.30 по Таллину, 19.30 по Москве. На тот момент как раз уже в ноябре Европа перейдет на зимнее время, поэтому начинать будем чуть раньше, чем летом, в 19.30. Продолжительность занятий 2-2,5 часа. Как правило, зная Фредерико, он любит углубляться, любит всегда получать вопросы и исчерпывающий на них отвечать. Поэтому на практике это всегда, конечно, бывает чуть больше. И, коллеги, что необходимо для того, чтобы присутствовать в данном курсе? Данный курс, он предоставляется для клиентов компании Admiral Markets. То есть у вас будут, в принципе, все инструменты в вашей платформе, которые будут затрагиваться в ходе курса, поэтому вы сразу же сможете их начать применять. Сначала, к примеру, протестировать на демо-счету, затем уже перенести торговлю на реальную. Вот как раз Алекс тоже задавал по поводу экспирации контрактов. В Admiral Markets, так как торгуется CFD-контракт на нефть, то они работают без экспирации, то есть они не переоткрываются, они также продолжают работать до тех пор, пока вы их не закроете. Соответственно, что необходимо для того, чтобы принять участие? Первое – это иметь реальный счет. Мы специально делаем запас до начала, так как процедура верификации также требует времени. Процедура открытия счета, если вы еще не являетесь клиентом Admiral Markets, его необходимо открыть, соответственно, для того, чтобы вторым шагом совершить депозит. Минимальный депозит для участия, эта сумма составляет 200 долларов. Я напоминаю, что с конца сентября пополнение по карте суммарным объемом 3000 долларов проходит для вас без комиссии. То есть вы фактически без комиссии сможете пополнить, ну а вывод средств в любом случае два раза в календарный месяц, у нас это уже давно, проходит для вас без комиссии. Собственно, при депозите в 200 долларов вы получаете полный доступ к данному курсу, онлайн занятия, как я уже сказал, 8 ноября они стартуют в 19.30 по Москве. Что будет также дополнительно? Дополнительно участники, во-первых, получают возможность получать комментарии от Фреда, и будет также создан, уже имеется закрытый скайп-чат, где уже после участников, ну и во время, и после данного курса обсуждают парный трейдинг, да, задают вопросы и проект на них дает ответы. При совершении депозита от 1000 долларов, да, небольшой бонус от Фредерика, это возможность провести онлайн-консультацию, да, через скайп, непосредственно по данной торговой стратегии уже после прохождения курса. То есть, когда у вас, вы пройдете все азы, да, попробуете эту стратегию, вопросы, безусловно, появятся, да, и не всегда есть возможность их, ну, например, возможность всегда есть написать, но это не столь удобно. Поэтому для всех слушателей, кто совершает депозит от 1000 долларов, данная возможность будет дана получить консультацию от Фредерика. И также, я напомню, что данный курс, он будет повторяться периодически, то есть раз в два-три месяца мы его будем повторять, и участники, кто присутствовал на предыдущих курсах, получат также доступ к этим занятиям, да, для того, чтобы повторить тот материал, который был пройден. Очень часто появляется вопрос, а что, если я пропущу, потому что это все-таки, ну, рабочие дни, да, среда, четверка, пятница, два-два с половиной часа нужно найти, если вы пропустите, в этом нет ничего страшного, как я уже сказал, вы сможете либо посетить следующий курс, ну, и для всех будет сделана запись, которая будет предоставляться по закрытой ссылке, соответственно, всем участникам данного курса, данного занятия. То есть, если вы пропустили, там, к примеру, вторник, то, ну, второе занятие, то на почту вы сможете получить, то есть написать мне, и я вам вышлю уже непосредственно запись, которую вы сможете посмотреть и после уже прохождения курса повторять пройденный материал. Что нужно для того, чтобы записаться? Необходимо после совершения депозита написать письмо на postport.ru.sobaka.admiralmarkets.com. Сейчас я ее тоже в чат напишу, чтобы вы ее смогли на себе скопировать. Я понимаю, что переписывать, наверное, не совсем удобно. чтобы вы смогли ее себе сохранить и написать. Либо написать мне напрямую на почту roman.isakov.sobaka.admiralmarkets.com. Здесь как вам будет удобней. Ну и, собственно, к участию допускаются все участники, которые выполнили первые три шага до старта курса, то есть, ну, практически до 19.38 ноября. Если, коллеги, у вас возникают вопросы по условиям работы, да, по открытию счета в Admiral Markets, вы также можете написать на почту, которую я указал, и мы обязательно поможем, проведем вас через данную процедуру, расскажем, как это происходит и поможем, к примеру, с настройкой MetaTrader 4 Supreme Edition, чтобы у вас был в арсенале полностью все, весь инструментарий для работы. И, коллеги, также, если у вас есть вопросы по прохождению данного курса, вы также можете сейчас написать в чат, я на них вам смогу ответить. Возможно, появились какие-то дополнительные вопросы, но с предыдущего вебинара, с предыдущего курса все вопросы, на мой взгляд, я осветил, особенно те, которые появлялись часто. Еще вот, да, стратегию называются, как вот Фредерик упоминал, стратегия, которая использует хедж-фонды, то есть уникальная возможность познакомиться с данной стратегией и уже начать сразу же применять ее на практике. Коллеги, жду от вас вопросов. Если вопросов нет, то напишите, пожалуйста, плюс, чтобы я понимал. Да, Валерий, уже можно регистрироваться. Соответственно, напишите мне на почту, и я вас внесу в список участников данного курса. Уже регистрироваться можно. Если уже открыт реальный счет, это можно... Да, конечно. То есть, если вы уже являетесь клиентом Admiral Markets, вы просто совершаете депозит, мне об этом пишите, и я вас также вношу в группу. Виталий пишет, где можно видеть корреляцию, график, то есть, как показывал Фред, это и специальная платформа, которая отслеживает непосредственно спред. он уже на курсе поделится, как его использовать и как его применять. Соответственно, к участию принимаются, вот начиная с текущего времени, то есть с 8.30.19 октября, то есть все ваши депозиты будут учитываться. Да, то есть, ну вот, начиная с текущего момента. Потренироваться на демке с помощью инструктора. Конечно, то есть, не обязательно сразу переходить к работе на реальном счету. Безусловно, это новая стратегия, которую нужно сначала опробовать на демо-счете, и потом вы уже сможете ее применять на реальном счету. Как я уже сказал, у вас будет скайп-чат, где вы можете задавать ваши вопросы, и Фредерик вас будет в этом отношении направлять. Да, конечно, Дмитрий, вот прошу прощения, очень хорошее дополнение, счет 200 долларов, а можно в евро. Да, здесь эквивалент, то есть 200 долларов, 200 евро, конечно, все зависит от вашего выбранного уже счета. То есть, безусловно, конечно, евро. Тестер для парного трейдинга. Не совсем понял ваш вопрос, Алекс, пожалуйста, уточните. Ну, я думаю, что все моменты именно тестирования по истории, да, часть того, что Фред делал уже в метатрейдере, он показывал на курсе, он более подробно уже на этом остановится и также вам расскажет. Коллеги, также, кто участвовал, да, вот я вижу именно, кто был на предыдущем курсе, также мне напишите, пожалуйста, на почту, для того, чтобы я вас, ну, по вашему желанию, безусловно, внес уже в следующую группу, и вы там также смогли принять участие. То есть, для, при повторении данного курса, я напоминаю, что уже совершать новый депозит не требуется, да, то есть, вы получаете доступ фактически каждый раз, когда данный курс будет проходить, ну, и ко всем записям данного вебинара. Можно ли потренироваться до, нужно 20 популярных пар и график? Алекс, я думаю, что вот Фред как раз видит данный вопрос, и он сможет уже ответить на него на вебинаре, что, я думаю, какие-то инструменты для этого существуют, да, тесты в стратегии есть, собственно, история по спреду, она также присутствует, и я думаю, что если Фред, да, не против, я не буду отвечать за него, но я думаю, что это будет возможно посмотреть. Да, вот, спасибо, Фред, пишет, что в специальном сайте это можно посмотреть. Наталья спрашивает почту, еще раз дублирую почту в чат, вот чуть-чуть выше я писал, сейчас еще раз продублирую, support.ru, собака.миромаркес.ком, либо моя личная почта, в принципе, здесь значения не имеет, какая вам будет удобна. Вот, продублировал две почты, поэтому, коллеги, мы обязательно сделаем еще раз рассылку с записью данного вебинара, чтобы вы смогли его, к примеру, пересмотреть, и если какие-то вопросы у вас возникнут до 8 ноября, пишите, и будем вам помогать, будем отвечать на ваши вопросы. Я со своей стороны также все рассказал, если вопросов больше нет, тогда будем уже прощаться до наших следующих вебинаров, да, с Фредериком попрощаемся до, например, на его следующего вебинара, да, кто-то попрощается до данного курса, и увидимся уже на наших следующих онлайн-трансляциях, да, Фредерик также ведет онлайн-трансляции на нашем YouTube-канале, поэтому еще один повод на него подписаться и быть в курсе уже данных событий. Да, вот во вторник на вебинаре на вторник, во вторник Фредерик проводит вебинар, на котором разбирает основные инструменты, 4 торговые идеи от Фредерика мы назвали данный вебинар, поэтому также на него приходите, и сейчас ссылку я на наши вебинары приложу также в чат. Тогда, коллеги, всем хорошего вечера, и увидимся уже на следующих наших вебинарах. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok